Доброе утро! Сегодня 6 апреля, суббота и у нас субботник. Мы с Олегом вышли пораньше на часок, чтобы просто посмотреть территорию, что будем убирать. За нами церковь, перед нами больница. Уважаемые шашлычники, сегодня мы для вас приберем. Будете дальше засырать лес уже на чистых площадках. Мне материться запретили как должностному лицу, поэтому здесь я без комментариев просто сниму. Еще тепленькие, наверное, вчера вечером здесь кушали. Здесь вообще беспредел. Это мое любимое место. Причем я уверен, что туда вниз метра на три будет сплошной мусор. Я не первый год слежу за этой свалкой. Сейчас я сдам Олегу лучшее место в округе. Туда возят своих любовниц и, возможно, и любовников. Не единожды я встречал там автомобили с предавшимися страстью парочками, с разбросанными продуктами их любви. Сейчас я вам покажу. Сдаю место. Так что, мужики, вам придется менять дислокацию. Вот это место. Здесь должна быть такая музыка специальная. Мы им тут приберем, потому что, ну, нельзя заниматься любовью в грязном месте. Это просто не гигиенично. Можем поднять рейтинг этого видео, выложив снизу список автомобильных номеров. И номер банковской карты. Чтобы, знаешь, типа, можно мой не показывать. Опа, прайсик. Первые две цифры, да. Гусары вон с шампанским приезжают. У дамы вон шейк. Олег, как опытный джентльмен, говорит, что вот здесь вообще правильный набор. Шампанское и конфеты. Я не знаю, можем ли мы сейчас конфеты Рошен показывать. Не, сейчас конфеты Рошен нельзя показывать. Нельзя. Я думаю, мы здесь так сделаем. Да. Просто какие-то конфеты. АВК. АВК. Ну и презервативы с запахом хвои. Такие специальные, туристические. Вколки. С иголочками. Смотрите, что тут мы нашли. Последствия сокращений. Вон, трудовая книжка чья-то. Секретарь. Оно распылось тут. Ну да, по-моему, из полкому печать даже стоит. Да, кто-то нервничал, порвал все. Вот на этой машине мы будем вывозить весь собранный мусор. А это талон на свалку. Дает право вывезти мусор на централизованную свалку. Нас пока всего лишь четверо, но сегодняшний субботник, как шведский стол. Можно подходить в любое время, брать сколько угодно пакетиков и наполнять их мусором. Смотрите, что мы нашли. Это какой-то тест. Очень похож на тест на беременность. Там две полоски, одна полоска. Все как надо. Упакованы, новые. За мной наша больница и это первая же шашлычная стоянка. И сразу полный пакет мусора. Это позор. У нас подкрепление. И мы прямо вот сейчас знакомимся. Я Дима. Я Саша. Ну, я думаю, вам тоже не очень приятно ходить по этим мусоркам. Какая-то девушка пришла в лес, а ушла босиком. Она, оказывается, не одна была, а вот ее парень. Прошло от силы 15 минут от начала нашей уборки. И уже только вот у нас троих три мешка практически полных. И так у каждого из тех, кто уже ходит, одна буквально точка – это мешок мусора. Это очень много. Но при этом собрать этот мешок – пять минут дело. У нас нормально гуляют, даже оставляют в закрытой баночке пива. Да ладно. А говорят, уровень жизни низкий, да? Да. Надо станционникам урезать зарплаты. Сто процентов. Те, кто здесь отдыхал, они практически уже себя перебороли, потому что мусор как минимум сложили в пакет. Но дальше силы покинули их и уже оставили здесь это все. У нас еще добавилось. Дело пошло поживей. Девушки с мейкапом пришли собирать мусор. Бес. Бес? Бес. Значит, ты просто такая красивая. Олег подогнал машину сюда, со стороны санчасти, потому что пакетов уже много, они тяжелые, и просто далеко носить до дороги. Тест на беременность мы уже сегодня находили, запакованный. А теперь анализы мочи. И в свете последних событий с президентскими дебатами это очень подозрительно и актуально, да. А не тот ли это анализ? К нам еще добавились ребята. В общем, уже команда достаточно большая. Такое чувство, как будто бы убирая за территорией санчасти, кто-то прям сюда сбрасывал все. Здесь такой мусор, прямо специфический, явно его, собрали уборщики медсанчасти и вывалили сюда. Куча окурков, то есть, видимо, с урны или где-то под металли, прямо возле крыльца. И медицинские маски. Маски, маски, прямо с топками маски. У нас еще прибавились ребята, так что еще живее пойдет работа. А работы здесь много. На этом участке нам работы всем хватит. Тут не один мешок сейчас будет вынесен. Огнетушитель. Это надо взять, у кого в комментариях подгорает регулярно. Вот дежурный способ потушиться. Посмотрите, труба какая-то сантехническая. И это ж надо было сюда и приволочь. Каждый бедлан, который делает вот это, не имеет морального права даже клювик свой приоткрыть по поводу того, что у него плохая жизнь, низкий уровень заработков или там власть воровитая. Вот это начало всего. У меня просьба к депутатам и к исполкому. Можно ли внести изменения в кодекс этики, чтобы госслужащие могли материться, но в определенных обстоятельствах. Вот как сегодняшнее. Мы набираем пакеты, высыпаем в кузов машины, освобождаем пакеты и заново их набираем. И вот с этой большой ямы все пакеты заполнены, а яма-то и наполовину даже не убрана. Наверное, не так девушки представляют свое субботнее утро. Не с пакетами мусора, не с какими-то грязными шлангами. Хотя грязные шланги, да, это я... Так, вон наша помощь едет. Посмотрите, совершенно другой вид. Как будто бы нетронутый лес. Мы вернулись на это любовное гнездышко. Сейчас уберем, чтобы людям было приятней возить сюда своих возлюбленных. Уже выбросили вы бутылки, уже черт с ним. Зачем их еще бить? Чего ты стесняешься? Это ж не твои. Не буду. Вот такая находка. Какие-то трусы. Не знаю, это модный сейчас фасон или нет. Ой, там что-то прилипло. Быстро их в пакет. Да, или царевну кто-то искал, или Робин Гуд здесь был. Робин Гуд, скорее всего. Нормальный Робин Гуд. Слышишь, они как не связаны, эти трусы и этот острелаш? Не знаю. Мы сделали круг и дошли до выхода с Рижского, где я каждый день гуляю с собакой. Так что мне повезло. Теперь какое-то время хотя бы буду гулять по чистому лесу. Мы здесь уже убрали. Я бы сейчас с удовольствием после такого трудового утра жахнул бы эти три литра сока. Познавательная минутка по правилам дорожного движения Украины. Знак кирпич. Въезд транспортных средств запрещен. Но немногие знают, что внесены изменения в ПДД. И вот там табличка. Если есть благословение, то под кирпич заезжать можно. Так что водители на заметочку. Но при этом все равно, даже если ты с благословением, надо уступить дорогу. Как бы обнуляется это, когда ты выезжаешь уже на основную дорогу. Посмотрите, что творят девушки. Убрали весь этот пролисок от поворота на Гуту и до церкви. Всю эту обочину. Теперь она чистая. Вот всегда бы в такой компании, как сегодня, я убирать лес. Можно было бы хоть каждый день делать субботник. Я попросил разрешения не нести, а снять, как девушки будут нести пакеты. Когда я такое еще посмотрю? Практически пол кузова. Здесь еще немного досыпали строительного мусора. Привалили, съездили, забрали, чтобы не раздувался наш этот мелкий мусор. Вот представьте, все это было в лесу. Теперь будет на свалке. Правильный субботний утренний кофе. Я думаю, нам всем надо поблагодарить именно наших девушек. Мы-то вообще такое дело, обязаны сюда выходить и убираться. А они должны были сегодня сидеть в теплых постелях до обеда. Но они сегодня здесь с нами. Так что всем спасибо вам. И тебе спасибо. Отлично провели день. Убрали огромный участок леса. Надо повторить. Все, весь мусор теперь едет на свалку. Все, друзья, на сегодня наш субботник закончился. Надо уделить время теперь и семье. Потому что я обещал, что сегодня с женой и сыном пойдем посидим в кафе, а сыну купим кубик Рубика. Как я обещал, кубик Рубика. Хочу всем, с кем я сегодня был в лесу, сказать искреннее спасибо. Девушек обнять. Парням пожать руку. Вы сегодня были примером для каждого слоутичанина. Если каждый хотя бы раз в полгода, да хотя бы раз в году будет проводить такой рейд, то город очень сильно преобразится. Я горд, что сегодня был вместе с вами. Вы мотивация и пример для остальных. Спасибо. Спасибо. Спасибо.